Соревнования, семейные эстафеты и мастер-классы в Самаре массово отметили День физкультурника. В этом году рекорд по количеству участников – всего более 10 тысяч человек. Праздник спорта поддержали все 9 районов города. О том, чем запомнился День физкультурника, Владимир Маркин. Кто окажется быстрее, выше, сильнее, выясняют как взрослые, так и маленькие любители спорта. На Самарской набережной в День физкультурника 40 интерактивных площадок, аттракционы и конкурсы для детей, спортивные соревнования и мастер-классы для взрослых. Набережная традиционно является местом проведения этого праздника, как любимое место отдыха горожан. Спорт идет в массы для того, чтобы наша нация была сильной и здоровой. Сегодня здесь установлена площадка официальная для сдачи комплексов, потому что наше учреждение является региональным оператором ГТО в Самарской области. Люди, зарегистрировавшись в установленном порядке в электронной базе, получившие идентификационный номер, могут официально сдать нормы за тем, чтобы потом получить значок. Помимо набережной, День физкультурника отмечают и в девяти внутригородских районах Самары. В этом году рекорд по количеству участников. Всего порядка 10 тысяч человек. Более двух тысяч в сквере Фадеева Октябрьского района. Здесь работает 18 семантических площадок, соревнования, семейные эстафеты и мастер-классы для жителей разных возрастов. Праздник организован районной администрацией при содействии депутата Октябрьского внутригородского района Бориса Викторовича Курылева и общественных советов микрорайонов. Активность проявляли и сами жители. Когда выбирали спорт, ориентируясь на то, чтобы как можно большему количеству горожан было интересно принять участие в празднике, для того, чтобы наибольшее количество людей заинтересовались здоровым образом жизни, стали физически активными и занимались спортом. Растет у людей интерес к спорту. У людей растет совершенно добрая потребность вести здоровый образ жизни. И если мы раньше говорили, что спорт это для молодых, сегодня мы говорим, что спорт это для любого возраста. И нам очень приятно, что этот праздник сегодня получился. Сегодняшний праздник, я считаю, проходит великолепно. Такие праздники нужны для молодых людей, для детей, для их родителей, для бабушек и дедушек, чтобы все вместе смогли стать более спортивными и, соответственно, здоровыми. Такие мероприятия здесь планируют проводить ежегодно, чтобы это стало доброй традицией. А жители активно приучали себя к спорту. Владимир Маркин, Виктор Соколов, Новости губернии.